Золотые мои, я живу в Саранске. Саранск городок небольшой. Не будет преувеличением сказать, все друг про друга все знают. Ну и нельзя так сказать, что все знают друг друга в лицо. С любым можно отыскать общих знакомых. Подчеркиваю, с любым можно отыскать общих знакомых. Я хожу по городу, все-таки не в бронированном лимузине передвигаюсь, случается, что я хожу пешком. Случается, что меня узнают, подходят, здороваются. Мы вас смотрим. Мне приятно, но не знаю, как себя вести в этом случае. Ну да, спасибо, ну что я еще могу сказать. Ну вы смотрите, я снимаю, вы смотрите, спасибо, взаимодействую. Но в медиапространстве я, ребята, уже 17-й год. 17-й год я в медиапространстве. То есть профессионально. В 2005 году я стал серебряным лауреатом, не золотым, серебряным лауреатом национального литературного конкурса с романом «Иное решение». Первый роман. Первый роман и за стилистику, не за фабулу, не за композицию. За стилистику роман «Серебряный диплом». Приятно, конечно. Но, то есть я лауреат национального конкурса, хоп, меня на улице не узнают. Второй роман вышел, третий. У меня к десятому году, наверное, уже вышло четыре романа, наверное, вышло уже к десятому году. И все равно на улицу не узнают. Представляете, меня печатают в Москве, в Питии, книжки продаются за рубежом, а в лицо никто не знает. Ну, что такое Андрей Семенов? Именно обложки. Ну, мало ли кто как выглядит. Я не страдал, кстати, по этому поводу. Меня в писательской работе что устраивал, что как раз отсутствие такой публичности, что Андрей Семенов, Андрей Семенов, вроде как на слуху, а как выглядит Андрей Семенов, да черт ее знает. И таким образом, моя частная жизнь охранялась, была защищена от нескромных взоров. То есть, как я выгляжу, одутловатое у меня лицо, кривые у меня зубы. Никого это не волновало. В десятом году я взял национальный конкурс стал лауреатом, победителем национального конкурса, литературного короткого рассказа. Мой последний час, рассказ мой последний час выиграл. Подарили приз такой шикарный. Вот, наверное, самое ценное, что у меня есть, это вот приз десятого года. Огромное желание в гроб с собой, чтобы мне в гроб его положили. Нет, завещаю, завещаю наследником дочери, завещаю. Потому что вот с этого приза, десятый год, я вот считаю, что да, вот я писатель, я крупный писатель, я состоялся как писатель. Может, блогер я не акте, а как писатель я угу-гу. И тоже меня по городу не узнают. Я, ну, понимаете, ну, национальный конкурс выиграл. Лучше меня в десятом году, лучше меня никто прозу не пишет. Не узнают. В четырнадцатом году рассказ «Первый герой», специальный приз командующего ВДВ Российской Федерации и Союз писателей и ВПК проводили награждение. Ну, я там, мой номер был, конечно, шестнадцатый. Я не победитель, ни вторая, ни третья премия. Поощрительный приз. Ну, ребята, так там награждали за книги, там, там награждали за книги на этом мероприятии. Первый приз был присужден 300 тысяч рублей. Первый приз был присужден академику, дважды героя социалистического труда, бывшему генеральному конструктору КБ имени Ильюшина, который самолеты строил для правительства, да не только для правительства. Генрих Новожилов такой был, царствие небесное. Вот я стоял на том месте, где награждали, где пять минут за меня награждали. Генрих Николаевич, по-моему, очень скромный человек. Там голова просто кружилась, ну, нифига себе, меня вот здесь, вот здесь тут профессор. Слава нашей страны. Всемирная звезда, не знаю, Боинг, Локхид, Аэрбаз и вот в одном ряду наши Ильюшин. Второе место профессор генерал-лейтенант взял. Там на военную тематику книги были. Я думаю, куда я приехал, там награждают. Я думаю, меня, наверное, сюда ошибкой позвали. Тут награждают каких-то серьезных людей. Дважды герой соцтруда, профессор, генерал-лейтенант. Что я-то, басоты. И, наверное, там в числе последних. Награждали, кстати, журналистов за серию репортажа из Донецка, да, 14-й год как раз был. И там в числе последних, там Андрей Семенов в номинации то-то, то-то. За рассказ первый герой. Прямо. Это про меня что? Это про меня? Вот. Награждали в доме Пашкова. И тоже в Саранск приехал. Вяленький такой интерес. Ну, правильно. Саранск вообще, Мордовия, спортивная держава. У нас вот олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Вот что там? Ну, что там? Россия, это вообще совершенно не уровень Мордовии. Мордовия, она орудует где-то там, шерудинств, на международной арене. Борьба, ходоки. Вот наши виды спорта. Там золото с покон веку наше. А тут какая-то Россия, какой-то национальный конкурс. В каком-то доме Пашкова. Кого-то награждали. Пустые хлопоты. И вот уже стал блогером. У меня стали, наверное, на втором году существования блога, ко мне стали подходить. Андрей Вячеславович, мы вас смотрим, Андрей Вячеславович, мы вас смотрим. То есть, у меня ушло, наверное, лет 15-16 ежедневного, ежедневного труда. Написано 8 наименований книг. Издано 20. Они, потому что некоторые по 4 раза издавались. Иное решение 4 раза изданное. Сразу 12 обложек. Написано 8 книг. Получены гонорары. Проедены пропитые гонорары. И через 15 лет ежедневного труда земляки, да и то не все, стали узнавать. Мы вас смотрим. Как тяжело приходит Слава, да? Я так долго рассказываю. Вчера на заправке. Вчера на заправке заправщица спрашивает, ну как там ваш конфликт с залупником-то? А надо сказать, я ретроград и консерватор. Саранск, конечно, большой город и магазинов здесь много и заправок здесь, наверное, около 20. Ну, из 20 заправок я заправляюсь на двух. В зависимости от того, еду я в центр или еду я из центра, я заправляюсь всего на двух заправках. И продукты я покупаю в шести магазинах. В зависимости от того, покупаю я мясо, рыба, чай или хлеб. Это все в разных магазинах покупают, где цена подешевле и где товар получше. То есть я с продавщицами, а не те же, с продавщицами здороваюсь, с заправщицами здороваюсь, разговариваю, как дела, как поживаете, что новое. Они мне критические замечания. Вот мы смотрели ролик, вот вы здесь, вот тут. Хорошо, хорошо учтем. Как ваш конфликт с залупником? Слышишь, это ничтожество такое. Пришла слава. Пришла слава. Всего год назад эта бородатая чмо начала выпускать про меня гадючие ролики. Всего за год пришла та же слава, которую я еле-еле добился за 17 лет. Представляете? 17 лет ежедневной работы. Выдумывание чего-нибудь нового, создание героев каких-то. Создание конфликтов, коллизий, сюжетных линий, от браковки неинтересно. Две трети вообще не пошло в роман. Две трети из того, что я придумал, в романы не пошло. В пору хоть еще два романа писать из того, что не пошло. Столько материалов. Столько материалов. В роман идет процентов, наверное, 10 собранного материала. Что я хочу сказать по этой теме. Когда читаешь уже готовое произведение, думаешь, здесь не рассказал. Про это умолчал, про это, про это, про это не рассказал. Вообще, нахрен брался писать, если ты вообще ни про что не рассказал. Невозможно уместить в роман то, что я знаю о предмете. Что все туда запихать. Венегрет будет просто. Поэтому только то, что укладывается в сюжетные линии. И вот меня стали узнавать через 17 лет, а Залупника через год. Вообразите, как там ваш конфликт с Залупником. Но это все, конечно, в привязке к моему имени. У меня никаких иллюзий, сомнений нет. Насколько кому эта борода? Почему самому по себе нужно? Только тем, кому интересен я. Причем, неважно в каком аспекте я интересен. В негативном аспекте. То есть, хейтером. Или в положительном аспекте. Моим читателям. Постоянно. Кто со мной находится в переписке. Или кто постоянно просматривает ролики. Но тем не менее. Интерес то вызов. Персона. К себе внимание привлекла. Этот прием известен уже на протяжении лет 60. Владимир Бушков описывал это. Писатель, ветеран войны Владимир Бушков. Ярый ненавистник Солженицера. Я во многом согласен. Мои оценки во многом совпадают с оценкой Владимира Бушкова. Он описывал, как поднялся Солженицер. Пришел ЗК. Во-первых, он дезертир. Дезертир ЗК. Призренные фигуры. Мерзопакостнейшие. Ничтожествовал Солженицер. Который сотрудничал с лагерной администрацией под псевдонимом Ветров. Опубликовал там Матрёнин двор. Ну вернее написал Матрёнин двор. Один день из жизни Ивана Денисовича. Кому это нафиг интересно. Вот нашелся Александр Трифонович Твардовский. Александр Трифонович Твардовский 80-70 лет назад стоял выше Пушкина. Выше. Выше Пушкина стоял. Сейчас конечно имя Твардовского леглось. А тогда он стоял выше Пушкина. Почему? Только что отгрохотала большая война. И Александр Твардовский сумел создать эпос. Солдатский эпос. Василий Тёркин. Василий Тёркин ждали. Василий Тёркин ждали. Василий Тёркин ждали. Публиковался. Василий Тёркин в дивизионной в «Армейской газете». Ну разумеется в «Красной звезде» он публиковался. Ждали солдаты и бойцы, что будет продолжение Василия Тёркина. Твардовский создал эпос про понятного и характерного героя. Василий Тёркин – это плоти от плоти советского солдата. Вот обыкновенный солдат. Рядовой. Я не первую войну на веку воюю. То есть он созвучен. Александр Твардовский был созвучен своему времени, своему народу. То есть он реально стоял выше Пушкина в то время. И вот никому неизвестный гадина Солженица начал охаивать Твардовского. А Твардовский не знал, что такое хайп. Тогда не было такого слова «хайп». Он стал оправдываться публично. Он выходил на трибуну и говорил, что писатель Солженицын говорит, что я не то и что не то. На самом деле я то и на самом деле я это. Он стал оправдываться. То есть делать глупость. Что там произошло никого не волновало, но в одном ряду встало два имени. Солженицын никому неизвестно и Твардовским. Наши все. Солнце русской поэзии. И вот Солженицын сумел пропихнуть свое имя в один ряд, не будучи никем, сумел поставить свое имя рядом с именем Твардовским. Неважно в какой коннотации, неважно в какой привязке. Понятно, что Солженицын мразь и ничтожество, Твардовский это на века. Но тем не менее, галантерейщик и кардинал, понимаете? Галантерейщик и кардинал сумел привязывать. Вот так вот постепенно Солженицын выпался. Это какое Солженицын? А, это Солженицын. Ну как же, слышали с нами. Уже имя Солженицын стало узнаваемым. Он приходил в редакцию со своими рукописами. Моя фамилия Солженицын. Да-да-да, знай, давайте, что у вас. Каким вот образом пролез? Вот и Залупник. Я знал об этом. То есть, когда я начинал преследование Залупника, охоту на хейтера, я знал, что даже если я просто высморкаюсь в него или вытру им жопу и выкину на помойку, все будут показывать, вот видите, коричневую полосу. Это след говна Семенова, который оставил на нем. Что? Неужели сам Семенов вытер им жопу? Да-да-да, представьте себе. Обратил внимание, вытащил из грязи мальчика, вытер им жопу, выкинул на обочину. Вот теперь можно сходить, посмотреть на коричневую полосу, которая идет от носа до колен у Залупника. Вот Семенов, видите, коричневую полосу? А это говно Семенова, он вытирает Залупником жопу. Вот уже интерес, да? То есть, им вытирают жопу. А чем Семенов вытирает жопу? Да Залупником, чем же еще? Все это мне было известно, все это мне было понятно. И вот когда вчера там спросили, я думаю, как там у вас дела с Залупником, я понял, пришла к парню Слава. Но Солженицер расплатился за свою славу изгнанием из СССР. Он, понимаете, он был, конечно, не бедным человеком, но близкий лауреат. Ему там на жизнь на Западе хватало. Другое дело, что он на Западе был никому не нужен просто. Он был никому не нужен. Вермонт, штат Вермонт, в котором жил Солженицер. Это был медвежий угол, вроде Алтая. Ну, можете себе представить, что в Алтае живет крупный писатель. Ну, живет и живет, и черча с ним живет. Его соседи не знали, что рядом живет Нобелевский лауреат. Да плевать, в Америке полно Нобелевских лауреатов. Каждый год еще парочка новых прибавляется. Одним больше или меньше. Никто не знал, кто он такой. Вот у него есть ранчо, вот он на этом ранчо со своей семьей живет. Это все нехорошо там. Его лишили аудитории. Он что-то там писал, но мы, русские, этого больше не читали. И той славы, которая у него была в 60-е годы, он не достиг и по сию пору не достиг. Пускай его изучают в школьных учебниках, но он вызывает уже отвращение. Вот это была расплата. Ну, я думаю, что и золотник должен расплатиться за свою славу. Есть так называемая слава Герострата. Погуглите, что это такое. Не всякая слава, в общем-то, для человека желательна и совместима просто с добрым именем. Ну, вот о добром имени там речи-то уже не идет. Ну, не может иметь доброе имя. Тупое бородатое чмо, не читающий учебников, вообще необразованный, неотесанный просто. Неотесанный деревенский дурак не может иметь доброго имени, если он развлекается тем, что охаивает, в общем-то, знаменитого, ну, хорошо незнаменитого, известного писателя и самого лучшего писателя в своей республике. Да, в принципе, Мордовия-то ему чужая. Он так, он приезжий. Он не знает ни нашей истории, ни наших корней. Никаких писателей, какие писатели были там до меня, что там, Кузьма Абрамов, Яков Пенясов. Он не знал этих людей, я-то их знал. Ну вот, пришла к человеку слава Солжениццера, он должен, наверное, судьбу Солжениццера разделить. Он должен покинуть пределы республики Мордовия сам, сам добровольно, спасаясь от преследователей, судебных приставов, исполнительных листов, соседей, доброжелателей, дагестанцев, бандитов. Мало ли людей захотят с ним побеседовать, да? Вот я думаю, что, получив славу, залупник должен нести бремя славы, так сказать, чтобы его узнавали везде. Он говорит, вот ты, то самое тупое чмо, которое на Семенову бок, я тебе не буду обслуживать, да? Шел нахуй отсюда. Оно должно быть узнаваемым, это тупое чмо. Где-то ему по ебальнику все-таки выпишут. Такое у меня предчувствие есть, что по ебальнику... Его будут узнавать и пить. Вот он поэтому... Оно поэтому должно уехать из Мордовии. Тут дураков и так хватает. Еще подонков, блядь, держать. Надо избавляться от подонков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok